Доброго времени суток. Тут на днях возникла забавная ситуация. С одной стороны смешная, с другой не очень. Дело в том, что есть группа ВК по GTA 5 RP, проекта, где мы играем. Группа обычная, на тему свободного общения. Никаких правил тут, кстати, нигде не написано. В группе люди пишут разные вещи. Кто-то оставляет какие-то рекламные объявления, кто-то пишет, что хочет купить какую-то машину, разные видео на тему обновлений и просто игровые видеоролики. В общем, полный комплект, ничего особенного. Просто свободное общение. Насколько вы знаете, на днях я сделал видео шоу под названием «Все ради денег». Мы выбираем одного участника, и он выполняет различные задания. Суть в том, что есть 5 заданий, и за каждое задание он получает, в общем, денежную награду. А общий призовой фонд у нас составляет 50 тысяч. В общем, я решил сделать такое вот объявление. Я написал, что мы ищем спонсора для продолжения шоу «Все ради денег». Если у кого-то есть идеи по заданиям, чтобы их тоже писали в комментариях. Спонсорство, кстати, тема абсолютно нормальная. Кому не жалко, тот в игре может просто передать нам столько денег, сколько ему не жалко. И уже из этого мы собираем общий призовой фонд на следующий выпуск. В общем, ничего криминального в этом нет. Самое обычное рекламное объявление. Да и видео я тоже закрепил, чтобы люди знали, на что именно собираем эту сумму. Ну и, чтобы вы думали, минут 15 спустя запись кто-то удаляет. На самом деле я это делаю уже раз пятый, наверное, пытаюсь оставить тут свое объявление, но кто-то очень активно все это удаляет. И мне непонятно почему. Короче говоря, повторяю процедуру и снова объявление кто-то удаляет. При этом просто делают это молча и никаких предупреждений или ссылок на правила, которые я якобы нарушил. Просто молча удаляют. В общем, мне все это надоело и я решил просто ради интереса залить в группу хотя бы одно игровое видео, где мы устраивали, например, эксперимент над таксистами. Просто игровое видео. В группе подобного материала хватает. И что же вы думали? Бам! И меня банят до 1 апреля. Вот тут я на самом деле вообще не понял прикола. Что? Почему? Зачем? За что? Из всего я этого могу сделать вывод. Не знаю, в курсе этой темы главные администраторы, но вот судя по всему, у того, кто все это удаляет, либо не все в порядке с головой, либо у него какое-то просто предвзятое отношение ко мне. По-другому я это больше никак объяснить не могу. Желание играть на этом проекте просто напрочь отпадает с таким отношением, где выдают блокировки не пойми ни за что, в общем. В общем, дальнейшая игра на этом проекте у нас пока что под большим вопросом. Так что пишите, что вы думаете по этому поводу, ну а мы пока посмотрим, какие есть еще РП-проекты в мире GTA V.